Здравствуйте, мои дорогие! Всем хорошего настроения! Начнём наше занятие. Сегодня я хочу вас познакомить с аккомпанементом к песне. Вы все, наверное, к телевизору видели, недавно показывали флешмоб по поводу эпидемии. Звучала там песня Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна». Так вот, мне очень понравилась эта флешмоб. Сама песня мне тоже очень нравится. Я очень часто на уроках знакомлюсь с учениками. Но там я знакомлю в ансамбле, потому что там очень красивые инструментальные соло, басы очень красиво звучат. Но так как у нас инструмент сейчас один, я вас познакомлю с аккомпанементом. Значит, в начале песни звучат фанфары. Дальше они в середине звучат и в конце. И так же инструментальные соло в начале звучат и в конце. Ну, те, кто не слышал эту песню, а может, кто и слышал и знает, я хочу ещё раз вам проиграть хотя бы куплет припев, чтобы вы какое-то представление имели. Ну, послушайте, пожалуйста, я вам сейчас исполню. День как день, только ты почему-то грустишь, И вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочет сходить в кино. Солнце светит и растёт дрова, но тебе она не нужна. Ну вот, что-то в таком плане. Ну, а сейчас начнем знакомиться. Сейчас я вам расскажу в начале, как звучат фанфары и как мы будем их исполнять. Там звучат два аккорда, но будет 8 ударов. Значит, сначала G, D идёт, потом снова G, D и опять тоже G, D, G, D. Вот, аккорд G у нас, значит, сейчас в интернете все аккорды выкладываются, всё есть, вы можете это всё найти. Но вот, значит, в фанфарах мы будем ставить неполный аккорд G. Значит, третьим пальчиком мы просто поставим на третьем ладу, на первой струне. И сыграем удар. Удар мы делаем указательным пальцем и не по всем струнам. Пятую и шестую мы не захватываем. Вот таким способом. Это G. Дальше ставим аккорд D. D вы тоже можете найти. Это второй пальчик на первой струне, первый пальчик на третьей струне. Это всё на втором ладу. И третий пальчик на третьем ладу, на второй струне. Таким образом, я тоже играю удар указательным пальцем. А теперь послушайте внимательно. Я сказала 8 ударов, мы их разделим на 4. Так как у нас первые 4 удара, ритмически они неровные. Значит, G у нас звучит полторы секунды. Ну, это вот четвертная с точкой. Значит. А D звучит восьмая, полсекунды. Ну, допустим, я вот просчитываю так. G просчитываю раз и два. А на И играется аккорд D. Таким образом, вот 4 удара. Слушайте. Раз и... Начинаем с G. Раз и два. И. Раз и два. И. Вот я вам 4 удара сыграла. Да? Они похожи. Первые 2 удара. Значит, G длинный, D короткий. И следующие 2 удара. G длинный, D короткий. А вот следующие 4 удара играются все одинаково. G. D. G. D. Таким образом еще раз показываю. Медленно, да? И со счетом, чтобы вы ритмически правильно все это выучили. Раз и... Так. Задеваем. Задеваем всего 4 струны. Раз и два. И. Раз и два. И. Раз и два. И. Раз и два. И. Вот таким образом звучат фанфары. Я думаю, что всем понятно. Самое главное считать. Еще раз напоминаю. В первых 4 аккордах G у нас 1,5 секунды. Раз и два. А на И, следующую после двух, играется аккорд D. Итак, 4 удара у нас. Длинный, короткий, длинный, короткий. А следующие 4 одинаковые. Перейдем к куплету. В куплете у нас 4 аккорда. G, E, M, C и D. Так вот, они в куплете звучат 4 раза. Значит, 4 строчки по 4 аккорда. Таким образом, значит, я играю. Сейчас покажу вам бой, который будет звучать так. Считаю я раз и два, и три, и четыре. Получается у нас раз и удар первая четвертная. А остальные восьмые на два, на И, на три, на И, четыре, И. Таким образом, на G я покажу вам, как играется этот бой. Посмотрели в интернете, нашли аккорд, поставили G и играем. Раз и два, и три, и четыре, И. Вот аккорд G. Бой у нас, да? Теперь следующие, E, M, опять показываю бой. Четвертная, дальше все восьмые. Раз и два, и три, и четыре, И. Дальше С. Раз и два, и три, и четыре, И. И четвертый аккорд D. Раз и два, и три, и четыре, И. И так 4 раза. А теперь немножечко побыстрее я вам сыграю, чтобы вы послушали, как бой будет звучать. Раз и два, и три, и четыре, И. Вот мы познакомимся еще и куплет. Так что на сегодня мы заканчиваем работу. Достаточно для вас фанфары выучить. И потом аккорды куплета. Значит, четыре аккорда G, E, M, C, D. И звучат они четыре раза. Все, на этом я заканчиваю. До свидания. До следующих встреч. Всем пока.